Всем привет, друзья! Привет! Начинаем рассказ о дневнике разработки за июнь этого года. В этом месяце мы большое внимание уделили марсианскому проекту, но помимо работы над Mars Nest Grid, это проектный марсианский конкурс от Mars Society, есть еще несколько интересных разработок. Например, наш концепт-художник Сергей Путкин нарисовал несколько вариантов конструкции и расцветки повседневной формы космонавтов. Мы показали проекту Марку Серову, и он выбрал один из наиболее перспективных и интересных вариантов. Сейчас идет моделирование вот этого костюма для космонавтов. А еще Сергей нам дал потрясающий мастер-класс о том, как правильно оформлять афиши. Да, это был мастер-класс по работе в программе Adobe Illustrator, и, конечно, мы почерпнули много интересных дизайнерских решений. И применили. Да, и применили, афиши, как вебинары. Да, следующего, да, следующего. Ну и вообще. И вообще применяем, потому что... В общем, мы друг у друга учимся, и получаются интересные вещи. У нас есть потрясающий 3D-художник Анатолий Сахаров. Он делает очень интересную футуристическую мебель. Не только в 3D, но и в реальности. И в реальности. И для нашего проекта он сделал концепт-стола рабочего, футуристического. Крутой стол. Да, с подставкой под всякие футуристические девайсы, электронный, вообще интерактив, VR и все такое. Очень красиво, где-нибудь на спутниках Юпитера мы реализуем, а может быть, на какой-то орбитальной станции. И в интерьере Короны. И в интерьере Короны, кстати, да. Кстати, мы еще придумали идею, как будет выглядеть XTE Космического Центра Корона, но мы его пока вам не покажем. Это секрет. Но это будет очень круто. Буквально вчера придумали. То есть это не июль, а июль, не важно. В общем, мы вас заинтриговали. Вадим Скосарев сделал очень интересную дверь для живого модуля. Дверь предполагает зонирование между сантехническим узлом и общим помещением. Дверь получилась очень эргономичная и современная. Да, то есть это дверь-гармошка, но не стандартная, а с некоторыми интересными дополнениями. То есть когда это будет совсем текстурно, в цвете, там вообще может быть классно полюбоваться на современной двери. А еще у нас в проекте вроде как появился новый 3D-художник. Он еще немножко опытный, учится. Ну, собственно, мы все учимся. Мы для пробы дали ему на разработку аппарат для изучения муссинской атмосферы. Он ставится на стандартные штативы и изучает состояние атмосферы массы. То есть аналогичную модель у нас уже делает Джамал Муслимов, но мы новому человеку, его зовут Максим Петько, дали на пробу разработку вот этой модели. Интересно, на чего получится. Два разных подхода, два разных результата. Возможно, один войдет в альфу, а другой будет использоваться где-то еще. Для зарусленнообразия. О моделях непосредственно к игре это как бы пока все. У нас продолжается работа над кодом. Команда программистов под руководством Валерия Дементьева продолжает разрабатывать разные вещи. То есть уже, в принципе, создана и скоро будет имплементирована система сейвов. Сейчас идет разработка системы расходников и повреждений. И параллельно идет разработка системы времени. То есть это вот те такие важные ключевые элементы геймплея, без которых, собственно, геймплей недостаточно живой и скучный. То есть постараемся, чтобы следующая итерация сборки уже добавила всем адреналина. То есть будет кончаться энергия, кислород, будет тикать время и, в общем, Марс покажет себя во всей красе. Надеемся. Вернемся к Марсу. Большую часть времени, скорее даже не большую часть времени, а большую часть эмоциональной и творческой энергии, вот в июне мы... Вернемся к Марсу, где мы создали город на 1 миллион человек. Мы придумали очень интересную систему Нест Гридов. Ну, это Леша придумал. Мы вместе придумали. Эта система Нест Гридов состоит из множества отдельно стоящих пополов, которые заземляются в кратеры, для того, чтобы обеспечить радиационную защиту жителям. Да, Марс Нест Грид, она называется, то есть по-русски это «Сеть гнезд Марса». Занятно, что вместе с ученицей инженерно-космического класса... Настя Дахова, да, и ребятами Степаном Глуховым, и командой... Команда Степана Глухова. Да, Степана Команда, команда Глухова. Да, Китила Максим. Да, Китила Максим. То есть на самом деле мы подали, мы подали три разных проекта. Наш, Настя Даховой и Степана Команда. Да, все это на конкурсе от Mars Society, результаты будут в октябре. Ну, как бы посмотрим. Мы думаем, что в нашем проекте есть несколько очень оригинальных и, я бы даже сказал, революционных идей по поводу управления государством, по поводу образования. Вообще есть над чем подумать. Не только на Марсе, но и на Земле. Да, и формирование пространств. Да, и формирование пространств, использование так называемой системы Smart Spaces. Это нашу книжку. А еще мы придумываем новый стиль. Архитектурный. Но мы вам его пока не расскажем, это секрет. Да. Расскажем после результатов конкурса. Но пока можно посмотреть четыре иллюстрации. Первая иллюстрация показывает небольшие марсианские гнезда Mars Nest на 200-500 человек в момент построительства и развития промышленной инфраструктуры вокруг. Вторая картинка. Вторая картинка. Большой комплекс. Да, большой комплекс Nest Grid. Там система куполов на 10 тысяч человек и развитая инфраструктура. Вот видите, в удалении космодром. И на следующей картинке можно посмотреть, что же под куполами. Интерьер, центральная часть грида, рекреация и так далее. Да, здесь настоящие грибы, которые автономны на случай проникновения какой-нибудь опасности, в виде летеорита, на случай разгерметизации каждый отдельный купол, он может быть автономен. Но мне еще хотелось рассказать о новых иллюстрациях, которые мы собираемся выпустить до Нового года. Это целая серия календарей от 12. Это будет такая прогулка по Солнечной системе. На каждом календаре, точнее на каждой планете будет такой архитектурный символ. Вот в частности, символ, который мы сделали, Леша сделал, для марсианского корпуса, наши Насты. Вот эти символы, каждый пойдет на отдельную иллюстрацию. Допустим, для Венеры будет один архитектурный символ, для Марса другой соответственно. Настя, ты сейчас рассказала наши планы, а мы покажем эскизы календарю или пока это будет секрет? Покажем. Покажем, так что смотрите, вот несколько миров и наброски архитектурных стилей вы уже можете увидеть у себя на экране. Смотрите и любите. Так что за ЮНИ в принципе это все. Продолжаем работать, развивать проект нашей Вселенной, мечтать о космосе, стремиться в космос, создавать будущее своими руками. Ура! Пока! Я с Земли, я так не умею, я научусь. Вот так. Я не могу, я не могу, я не могу. Кабичи, я не могу. Пока! Пока!